Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Работу врачей проверят следователи. Региональный следком возбудил уголовное дело по факту смерти 61-летнего пациента Ковровской городской больницы. История произошла еще в марте. 2 числа мужчина почувствовал себя плохо. Жена вызвала ему скорую. Мужчине поставили диагноз вне больничной пневмонии и немедленно госпитализировали в местное пульмонологическое отделение. Но после осмотра врач отделения не нашел оснований, чтобы оставлять мужчину в стационаре. Отправил его домой. В последующие дни мужчину отправляли на осмотр к другим врачам. Но 7 марта самочувствие ухудшилось настолько, что он уже не смог самостоятельно встать. Скорая вновь доставила больного в стационар, где 8 марта он умер, не приходя в сознание. Расследование уголовного дела продолжается. Эксперты, которые провели исследование после смерти пенсионера, поставили причину безапелляционно двухсторонней пневмонии с осложнениями. То есть подтвердился тот диагноз, который выставил 2 марта врач скорой медицинской помощи. Дела о так называемых врачебных ошибках потребуют усилия следствия. Работать мы будем совместно с экспертами. Ведомственную проверку по всем фактам смерти проводит и департамент здравоохранения администрации области. Я думаю, что мы разберемся. Очередные поборы. Именно так собственники некоторых домов воспринимают обязательства до 1 января установить общедомовые приборы учета тепла. Закон федеральный к исполнению обязателен, но счетчики предлагают ставить за счет жителей и стоит один прибор учет около 120 тысяч рублей. Но если дом маленький, живут в нем в основном пенсионеры, которых можно по пальцам пересчитать. Более того, расчет по нормативам всех устраивает, люди не хотят платить по факту. Алексей Домнин задумался, есть ли выход из этой ситуации. Тепло в квартирах для жителей этого дома скоро может стать роскошью. Управляющая компания решила установить в здании общедомовый счетчик отопления. И все бы ничего, но оплатить новый прибор люди должны сами. А стоимость его около 120 тысяч рублей. Пенсионерка Нина Королева уже подсчитала. Такие траты она позволить себе не может. Пенсию у меня 14 тысяч. Я прикинула, мне надо за один месяц заплатить 15 700. Я раскинула деньги. У меня такой возможности нет. У нас в доме 8 квартир, но из них 6 пенсионеров. От общедомового прибора учета жители этого дома уже отказались. Но по новому федеральному закону установка такой системы обязательно. Счетчик тепла должен появиться в доме до 1 января 2019 года. И как пенсионеры не доказывали в управляющей компании, что оборудование их разорит, инженеры стоят на своем. Я в управляющую компанию ходила уже три раза. Собрала данные всех пенсионеров, пенсионный номер. В общем, они сказали, ну бесполезно. Мы вас понимаем, мы вас понимаем, но бесполезно. Аналогично ситуации в соседнем доме. Там управляющая компания тоже хочет поставить счетчик на общедомовые коммуникации, которые находятся прямо в подъезде. Вот только их вид жильцов совсем не радует. Люди уверены, трубы уже давно находятся в аварийном состоянии. Здесь не выдерживаются ни нормы влажности, ни температурного режима. Как на такую систему вешать прибор учета? Элементарный вызов тепловой инспекции и составление грамотно акта, который прилагается к приказу Минэнерго. Он есть, прямо распечатывай, пиши. Но тепловики у нас составляют акт ввода в эксплуатацию дома летом, о том, что дом готов к отопительному сезону. То есть акт о том, что трубы пригодны для установки счетчика, специалисты подписали еще летом, когда оборудование даже не работало. Как так вышло? Наша съемочная группа попыталась получить разъяснение у управляющей компании, но всю ответственность ее представитель приложила на тепловиков, ведь они подписали все документы. Более того, по словам инженера организации Светланы Трофимовой, установка счетчика в таких домах — это только дело времени. Может быть, можно поставить этот счетчик? Это же они определяют. Не я. Они определили, решили, что можно поставить. Ну, можно, можно. То есть уже, по вашим словам, акты уже составлены, и, судя по этим актам, уже можно везде ставить в этих домах счетчики? Да, да. Единственное, конечно, очень домик маленький, 8 квартир бывает. Тепловики уверяют, что действуют в рамках федерального закона. А там отмечено, в каких домах можно ставить счетчик, а в каких нет. В ближайшее время дополнительные затраты лягут на плечи жильцов сразу нескольких сотен малоэтажных домов во Владимире. В настоящее время в городе Владимире 849 жилых домов без приборов учета тепловой энергии. Из них техническую возможность установки приборов учета имеют 463 дома. У 386 домов техническая возможность установки приборов учета тепловой энергии отсутствует. Критерии установки общедомового прибора учета определены приказом Министерства развития Российской Федерации от 29.12.2011. Номер 627 об утверждении критериев наличия отсутствия технической возможности установки индивидуального, общедомового, квартирного, коллективного, общедомового прибора учета. Прибор появится в доме в любом случае, даже если жители откажутся от счетчика тепла, утверждают общественники. Просто тогда его установкой займется ресурсоснабжающая организация. Но при этом сумма оплаты за установку увеличится. Но у этого варианта, отмечает руководитель ЖКХ «Контроль», есть и свои плюсы. Управляющая компания уже в рамках жилищной услуги, она выставляет это как дополнительная строчка оплата установки этого прибора. Но, опять же, в законодательстве прописано, что он распределяется на 5 лет. Если жители считают, что общедомовые коммуникации для прибора учета все же не приспособлены, выход только один, уверены общественники. Людям следует идти в жилищную инспекцию и прокуратуру. Алексей Домин, Дмитрий Жуковлев, Шестой канал. Мошенники пытаются обернуть закон на проверке банковских операций в свою пользу. Банк России сообщает, что в преддверии Нового года традиционно увеличивается количество переводов и платежей. И одновременно активизируются аферисты. Они могут позвонить человеку, представиться сотрудникам банка и сообщить, что с целью противодействия мошенничеству его карта заблокирована. Для разблокировки попросят назвать секретный код карты. Это самый настоящий киберразвод. Как только человек отправит нужную информацию, с его карты спишутся все денежные средства. Банкиры призывают граждан не поддаваться на провокации и не совершать никаких действий. Могут предложить направить смс-ку, могут попросить назвать пин-код карты, могут попросить набрать смс-кой определенный код и направить по телефону, который используется мошенниками. И в зависимости от программного обеспечения и продвинуться этих мошенников, могут провести какие-то действия. Или с телефона могут уйти деньги, или с карты, если банковская карта привязана к телефону, могут уйти деньги. Банкиры напоминают, что с октября действительно пристальнее следят за банковскими операциями граждан. Этого требует федеральное законодательство. Но сотрудник банка никогда не попросит клиента назвать пин-код или другой секретный код карты. Если перевод или иной платеж покажется сомнительным, сотрудник банка действительно свяжется с клиентом, но лишь для того, чтобы человек подтвердил, что давал согласие на эту операцию. Если клиент не ответит, то его карта блокируется на двое суток в целях сохранности денег. По нашей просьбе, в Владимирском отделении Банка России привели пример, какая операция с банковской картой считается сомнительной. Человек всю жизнь прожил, к примеру, в Владимире, копил деньги, поехал за границу, и решил по банковской карте приобрести автомобиль. Банк смотрит. Человек никогда не выезжал за границу, ни разу в жизни. Сегодня он был в Владимире, а завтра вдруг он оказался где-то в Германии и переводит очень большую и значительную сумму денег. Для кредитной организации эта операция может показаться странным, в том плане, что картой могли воспользоваться мошенники. В этом случае транзакции приостанавливаются. Я подчеркиваю, что не карта блокируется, а приостанавливаются транзакции. Транзакции по этой операции. Банк должен созвониться с клиентом, убедиться, что именно он проводит эту транзакцию, и возобновить эту транзакцию сразу же после того, как он убедился, что он проводит. Проверяют газ в жилых домах. В связи со взрывом бытового газа в Киржальском районе и смертельным отравлением четырех человек в Петушинском, сотрудники МЧС и газовых служб усилили контроль за газовым оборудованием в жилых домах. До конца декабря во Владимире проходят ежедневные проверки и профилактические беседы с населением. Сегодня утром представители тревожного ведомства совместно с работниками газовой службы обошли квартиры в одной из многоэтажек на улице Мира. Есть ли нарекания к хозяевам квартиры, как уберечься от беды, узнала Маргарита Махрова. С утра пораньше специалисты начинают поквартирный обход. Сегодня рейд по проверке газового оборудования в многоэтажке на улице Мира. С помощью специального газоанализатора инспекторы проверяют, нет ли утечки. Включают и конфорки, все ли исправны. Жителям квартир напоминают правила безопасности. При запхе газа перекрыть газовые приборы, проверить помещение и вызвать 0-4. Кроме того, газовщики проверяют вентиляцию. Она тоже должна быть в квартире, причем в свободном доступе. Далее опрос жильцов. Есть ли жалобы на газовое оборудование? Знают ли люди, как избежать беды? В конце ноября во Владимирской области произошли сразу две трагедии, связанные с утечкой бытового газа. В деревне Чуприянова Петушинского района из-за отравления угарным газом погибли 4 человека. По версии следствия, причиной утечки мог стать несанкционированный ремонт газового котла. В поселке Борсово Киржачского района на территории военного городка в результате взрыва газа обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Два человека получили травмы, еще одна пожилая женщина погибла. По предварительной версии, причиной могла стать незакрытая конфорка. Человеческая беспечность, к сожалению, часто приводит к подобным трагедиям. Чаще какая еще бывает проблема, что оставляют готовящуюся еду без присмотра. То есть, все в порядке, газ работает, оставили еду, соответственно, там выкипела вода, еще что-то, газ не выходит. Вернее, огонь потух, но газ тем временем выходит. Опять-таки, может произойти чрезвычайные ситуации. Бывает, что оставляют, допустим, маленьких детей дома одних. Они также могут неправильно пользоваться газовым плитом или, наоборот, хулиганить. Тоже могут открыть газовую плиту. То есть, на это обращаем внимание. В связи с трагедиями сотрудники МЧС и газовщики усилили контроль за газовым оборудованием в жилых домах. На конце декабря подобные рейды будут проводить регулярно. Специалисты напоминают, если в доме дети или пожилые, забывчивые люди, газ нельзя оставлять без присмотра. А если уходите, перекрывайте его в квартире. Кроме того, нужно следить за объявлениями о проверке, ремонте, обслуживании газового оборудования в вашем доме. У нас периодически, через полгода, приходят, проверяют постоянно. Ну, контролируют, следите за ним? Конечно, это обязательно, потому что кто захочет потери и квартиры, и семьи, и всего на свете. Столько лет работаешь, живешь, стараешься для детей, и потом, не дай бог, такой случай будет. Серьезных нареканий во время этого рейда специалисты не нашли. Однако, открыли не во всех квартирах. Инспекторы отмечают их в плане и придут снова в другое время. Если же хозяев не застанут и тогда, то направят письменные уведомления о проверке. Кстати, по закону, за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования и недопуск специалистов для проверки, собственник квартиры может быть оштрафован на сумму до 2000 рублей. Врагать Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Из цистерны вытекали нефтепродукты, и произошло это в четверг на железнодорожной станции в Александрове. Сообщение об утечке спасатели получили в 7.35 утра. Речь шла о дистилляторе среднего класса опасности. Он вытекал из цистерны товарного поезда со скоростью 2 капли в минуту. Угрозы для населения не было, поскольку расстояние до жилых домов составляло 1,5 километра. На ликвидацию аварии приехали 20 человек и 7 единиц техники. В половине 9 утра цистерну отбуксировали в безопасное место. Четыре железнодорожника приступили к ремонту сливной горловины. Через полчаса она была затянута, течь устранена. Пожарные спасли трех человек. ЧП произошло в многоквартирном доме в Юревце. Пожарные прибыли через 4 минуты после вызова. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Дым шел из квартир на четвертом этаже. В ней огнеборцы обнаружили трех жильцов, которые самостоятельно не могли покинуть помещение. Параллельно проводилась эвакуация остальных жителей. Спасено 3 человека, эвакуировано 10. С открытым горением огнеборцы справились за 5 минут. В результате пожара сгорели постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. Среди причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Газовикам не платят управкомпании. Они собирают жильцов деньги за обслуживание крышных, котельных, многоквартирных домов. Однако расплачиваться с ресурсоснабжающей компанией не спешат. Долг уже достиг 10,5 миллионов рублей. Газовики обратились в суд, прокуратуру и правоохранительные органы. К решению проблемы также подключились власти областного центра, поскольку основная часть компаний-должников находится во Владимире. Жителям областного центра также предложено со своими управкомпаниями встретиться и поднять вопрос о задолженности. В списках компаний-должников на нашем сайте. «Газпром» напоминает, что по закону может ограничить или полностью прекратить поставку газа. А у прав компании-должники лишится лицензии. Из «Энергетика» снова по Горького и Мира жителям отдаленного микрорайона возвращают привычный автобусный маршрут. Как и раньше, он будет социальным. Только теперь это будет номер 29. Как пишет пресс-служба мэрии, власть услышала жителей «Энергетика». Люди жаловались, что после изменения 21 маршрута они с детьми не могут без пересадок добраться до нужной больницы, до школ и детских садов. 29 автобусы начнут ходить с понедельника 10 декабря. Правда, судя по схеме, не до доброго, а до плавательного бассейна. В то же время 21 маршрут из «Энергетика» по-прежнему будет идти через ракадную дорогу, поскольку тоже оказался востребованным. И менять его не будут. Маршрутом пользуются люди, работающие на улице Тракторной. Снег идет, и, судя по сообщениям МЧС, не сулит ничего хорошего. Такая погода увеличивает риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Возможно, обрушение слабо укрепленных рекламных щитов и прочих конструкций, падение деревьев. Граждан просят проявлять осторожность. Кроме того, снег может налипать на линии электропередач и приводить к обрывам. Из-за этого населенные пункты могут остаться без света. При возникновении происшествий нужно звонить по номеру 01 с городского телефона и на номера 101 и 112 с мобильного. Чтобы спасти семью, приходите в гостиную. В декабре в Владимирском ЗАГСе начнет работу гостиное примирение. Туда смогут прийти супруги, решившие подать на развод. Урегулировать острый конфликт, а также, возможно, даже сохранить брак, владимирцам помогут специалисты по медиации. Они представляют роль независимой третьей силы, которая выслушает и поможет разобраться в проблемах семьи, окажет юридическую и психологическую поддержку. В рамках грантового проекта помощь будет оказываться бесплатна. Зачем нужны медиаторы и как попасть в гостиную, узнали мои коллеги. Белое платье, поздравления родных, друзей и, конечно, любимый человек рядом. Именно так обычно начинается история молодой семьи. За 8 месяцев этого года, по данным Владимирстата, в Владимирской области поженились уже более 5000 человек. Хотя и разводов немало. Больше 3500 за тот же период. Очень часто брак, который, кажется, трещит по шамот проблем и недопонимание. Еще можно спасти, говорят во Владимирском ЗАГСе. Только не всегда в жизни супругов появляется настоящий специалист, который поможет сохранить отношения или все же разойтись, но без скандалов и взаимных обид. Теперь же у всех владимирцев будет такая возможность. В декабре во Владимирском дворце бракосочетаний появится гостиное примирение. Это очень масштабный проект. Мы надеемся, что он заработает. Парам нужна помощь. Я сама мама, сама бабушка. Я прекрасно понимаю, что как бы я не пыталась объективно разобраться в ситуации, когда возникает конфликт, я всегда буду защищать сторону своего ребенка. Не важно, 40 ему лет, 25, он все равно для меня ребенок. А в ситуации, когда расторгается брак, когда распадается семья, должен быть человек, который независим. Работники ЗАГСа надеются, что, приходя в их гостиную, семейные пары вспомнят, как расписывались, любили и настроятся на дружелюбное общение друг с другом. Выслушать проблемы супругов и постараться разрешить наболевшие вопросы помогут профессиональные медиаторы. Они обладают психологическими и юридическими знаниями и умеют общаться с людьми. Остаются чаще всего дети. И они самые незащищенные у нас. Часть населения, которые, в принципе, страдают больше всего. И вот развод в любом случае причиняет травму ребенку, в каком бы возрасте ребенок ни находился. Мы должны помочь, либо более экологично помочь расстаться с супругом, и при этом не нанести серьезный ущерб психике здоровья ребенка, либо помочь им соединиться опять. Служба медиации в нашей области работает уже не первый год. Проект развития семейной медиации специалисты реализуют на средства президентского гранта. Опыт создания подобных служб примирения для супругов есть в разных областях нашей страны. Во Владимирском ЗАГСе подчеркивают, нашим специалистам тоже есть чем поделиться с коллегами. Проект гостиной сегодня презентовали в рамках круглого стола. Он посвящен развитию системы семейной медиации в области. На встречу пришли представители общественных организаций, органов опеки, юристы, сотрудники правоохранительных органов и даже студенты. Эльмира Сафина, будущий юрист, учится на четвертом курсе в их программе. Даже есть специальный предмет – медиация. Девушка уверена, что уметь грамотно разрешать конфликты важно не только юристу, но и обычному человеку. Мне кажется, особенно когда дети пуляются, безусловно, чтобы разводов было меньше. Все-таки, ну, как сказать, он медиатор, его главная роль какая? Выявить проблему, то есть показать, может, там недопонимание какое-то в семье. То есть выявить это и предложить методы разрешения данной проблемы. Все пары, которые придут в ЗАГС, чтобы подать на развод, получат специальные приглашения в гостиную примирения. Кроме того, их будут вручать и в суде. Туда приходят пары, у которых есть несовершеннолетние дети. Или кто-то из супругов не согласен расставаться. Если работа гостиной начнет приносить положительные результаты, возможно, ее аналоги откроют и в других ЗАГСах области. Валерия Саенко, Маргарита Махрова, Артем Горчуков. Шестой канал. Прямо сейчас, коротко, еще немного полезной информации. Прогноз погоды. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 366666, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Ну, а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 2 мм артутного столба. Влажность воздуха 93%. Окна Плофен. Премиум класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин